Здравствуйте, дорогие друзья! Напишите, пожалуйста, как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходоев Алексей, и сегодня я с Сергеем Анатольевичем мы проведем для вас вводный технико-экономический вебинар. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как меня слышно. И для того, чтобы понять, сколько людей на сегодняшний день являются новичками на данном технико-экономическом вводном вебинаре, это вечерний вебинар, мы уже провели дневной, начинался он в 12 часов по Москве. Мы проведем, собственно, опросник для понимания, сколько же все-таки людей присутствует на данном технико-экономическом вводном вебинаре в числе новых участников. Пожалуйста, ответьте на опросник. И сегодня, дамы и господа, мы для вас наиболее кратко, четко, емко, лаконично и доступно расскажем о тех вещах, о которых следует действительно знать человеку, который присоединяется к проекту SkyWay, потому что все мы когда-то начинали, и даже Сергей Анатольевич Сибиряков 15 лет, более 15 лет назад так же начинал. Поэтому есть некоторые моменты, вещи, которые необходимо категорически, я бы сказал, знать и понимать, хотя бы мало-мальски. Это не какие-то сложные технические моменты и так далее. Но это те нюансы, которые стоит, знаете, передавать уже дальше другим, когда вы будете рассказывать о проекте, когда вы будете приглашать на инвестиции и так далее. И у нас на сегодняшний день в аудитории присутствует 107 человек. Пожалуйста, проголосовало 36. Проголосуйте, пожалуйста, все. И давайте возьмем за привычку голосовать действительно всем, потому что иначе статистика будет не полной. Особенно прошу новичков проголосовать. Если вы вдруг не умеете голосовать, то просто нажмите, напечатайте цифру 0 в чате, нажмите Enter и мы будем знать, понимать, что вы присутствуете в первый раз. И так как у нас времени на самом деле не так много на вводной технико-экономический вебинар, за час мы сжимаем то, что мы даем новичкам буквально до 30-35 минут. Это моя часть. И далее уже более такой глубокий экскурс Сибирякова Сергея Анатольевича. Поэтому уже, я думаю, что на расширенном технико-экономическом вебинаре мы четко поймем, сколько людей перешли и сколько людей были новыми участниками. Потому что статистика для нас это очень важно. И я хотел бы сказать, что те люди, которые вдруг не умеют еще рассказывать о проекте таким образом, чтобы человек заинтересовался и, может быть, имеют какие-то сложности, недостаток времени и так далее, то мы всегда будем рады видеть вас на вводных и расширенных технико-экономических вебинарах. И сделаем с удовольствием эту работу за вас. Не требуя ничего за это взамен, что в наше время очень редко бывает. И перейдем непосредственно к теме нашего вебинара, дамы и господа. Что такое SkyWay, что такое TransNet. Я думаю, что те люди, которые новые, в первую очередь я обращаюсь к этим участникам, понимают, что на сегодняшний день мы находимся в веке информационных технологий, в веке хай-тек технологий, основой которых является интернет, кремниевые технологии, основой которой является, соответственно, порождение текущего технологического уклада. Это пятый технологический уклад. Это, собственно, рождение и создание крупных корпораций, как Apple, Google, Alibaba, Oculus Rift, Twitter, ВКонтакте, Facebook. Я могу перечитать очень-очень долго, потому что данных компаний действительно достаточно. И все они обладают той или иной степени достаточно серьезной капитализации. И если сегодня, дамы и господа, фактически все процессы происходят за мгновение, то есть это передача видеосигнала, сейчас вы видите мое изображение на ваших мониторах, камера очень быстро рассчитывает, передает сигнал уже по сети интернет. И более того, в 1969 году была проведена первая пакетная передача цифровых данных. Это очень серьезное такое нововведение было, открытие, которое позволяет на сегодняшний день совершать различные транзакции, звонить по мобильному телефону. И на самом деле все настолько привыкли по рождению пятого технологического уклада. Это смартфоны, это мобильные устройства, гаджеты, навигаторы, планшеты. Опять же, я могу перечислять бесконечно. Что невозможно представить на сегодняшний день жизнь без этих устройств. И в будущем абсолютно так же невозможно будет представить жизнь без тех устройств. Это будут уже транспортные андроиды. Если у нас есть сейчас, что касается смартфонов андроиды, смартфоны на основе iOS, то есть это система операционная фирмы Apple, корпорации Apple, то, соответственно, все очень сильно и очень быстро привыкнут, на самом деле, к юнибайкам, к юнибусам. Это плотно и прочно войдет в жизнь. Мы никакие не футурологи, хотя есть вещи, которые мы мыслим наперед и экстраполируем, так скажем. То есть, именно имея в основе технологию SkyWay, создаем некоторые новые концепции. Но это как раз таки футурология, это построение будущего мира. Что касается SkyWay, это то, что произойдет в ближайшие годы. Вы можете в этом не сомневаться. И мы действительно заполним этот огромный пробел недостающего звена будущей мировой логистики. И так же, как сигналы цифровые перемещаются в пространстве и во времени, фактически со скоростью света через оптоволокно и другие средства связи. Как раньше через, соответственно, трансатлантический кабель прокладывали по дну океана. И, собственно, это были первые такие достаточно серьезные шаги в ускорении процессов работы биржи. И каждый технологический уклад, на самом деле, рождает ту или иную необходимость и те или иные новые ниши, новые бизнесы. И что является огромной ценностью лично для меня, для меня честь и действительно огромная удача участвовать в становлении бизнеса, который будет исчитываться в триллионы долларов капитализации. И, собственно, это можно привести в сравнение с современными IT-гигантами, Apple, Google и так далее. Я уже о них говорил. И, соответственно, только у Apple капитализация более чем 950 миллиардов долларов. Но вспомним, как развивался Apple. Apple начал развиваться с того момента, когда Jobs'у принесли концепт планшета, iPad. Но все мы помним, насколько долго мы не видели концепта iPad. И, соответственно, через 9 поколений технологии, уже сформировав 900 миллиардную корпорацию с капитализацией вот такой мощной, мы увидели, наконец-таки, iPad. И, на самом деле, струнная технология Анатолия Эдуардовича Ницкого, струнный транспорт, также достаточно серьезно развиваться. Начал еще в конце 70-х годов, в конце 80-х годов на конференции международной по неракетному освоению космоса. Анатолий Эдуардович Ницкий представил вообще прорывную концепцию, даже на сегодняшний день. Это концепция вывода промышленности в открытый космос. Можете ли вы себе представить, дамы и господа, что еще в конце 80-х годов данная концепция была представлена мировой общественности? Но, естественно, мир на тот момент абсолютно не был готов. Время еще не пришло. Тогда еще не развился интернет. И в фильме «В небо на колесе» я сразу сброшу ссылку фильма «В небо на колесе» и того ролика, который шел в начале, перед водным технико-экономическим вечерним вебинаром. Это описание концепции линейных городов будущего. То есть рекомендую всем к просмотру, кто не посмотрел. Естественно, фильм «В небо на колесе», где вы концепцию орбитальной струнной транспортной системы Юницкого, то есть геостационарной транспортной системы, вы уже поймете суть и поймете ценность того, что можно достичь, именно сформировав капитализацию на основе струнного транспорта. И как раз таки вот мысль о струнном транспорте, о транспорте второго уровня возникла у Анатолия Юрьевича Юницкого после участия в конференции по неракетному освоению космоса. Абсолютно используя существующие все законы аэродинамики, физики, сопромата и на самом деле всех технических основ, предметов, которые имеют широкое распространение и сейчас, и тогда, и многие законы до сих пор не поменялись, ничего сверх кардинального человечества не открыло. Более того, я могу сказать, если из ракетостроения говорить, то еще двигателями с 60-х годов, еще советского производства, которые были сделаны в Сибири, пользуются США и другие страны. И на самом деле, дамы и господа, то же самое можно сказать о метро, то же самое можно сказать о современных транспортных средствах, таких как трамвай, троллейбус и так далее. То есть это привычные, но достаточно уже закостенелые транспортные средства. Я недавно спорил с коллегами, они мне доказывали именно необходимость применения троллейбуса в современных мегаполисах. Но на самом деле, без слез и не взглянешь на эту ситуацию, потому что люди настолько уверены, что ничего более нового создать невозможно. А все достаточно просто, нужно просто выйти на второй уровень и перенести весь транспорт, транспортную инфраструктуру именно на высоту 5, 10, 15 и выше метров над землей. И в 2000-х годах, уже после получения различных грантов ООН по развитию городской инфраструктуры, подразделения ХабитАп, получения признания и помощи от фонда космонавтики СССР, от фонда развития кино, кинематографа СССР опять же, уже в нулевых годах, то есть в новейшей истории Российской Федерации, был предпринят огромный шаг, который полностью изменил течение и развитие проекта. И этот шаг предпринял как раз-таки губернатор Красноярского края Лебедь Александр Иванович. Он оказал огромную часть финансирования на строительство полигона, и неспроста называя полигон, так как данный тестовый участок, данный технопарк, первый технопарк и на самом деле нулевой километр здесь был заложен. Вот совершенно недавно, можно сказать, в октябре мы закладывали нулевой километр уже в Минской области, город Мариногорка, где сейчас строится демонстрационный испытательный центр, на который будут приезжать многие руководители стран, многие представители администрации различных городов, представители корпораций, фондов. Это фактически наш шоу-рум, где мы будем демонстрировать технологии. Как раз-таки вот таким шоу-румом, но именно испытание путевой структуры, то есть испытание струнной технологии Анатолия Эдуардовича Веницкого второго поколения, был произведен в городе Озера, Московская область, в 2001 году и простоял до 2009 года. Это была подвижная лаборатория, множество испытаний было произведено, такое вот достаточно серьезное могу назвать эксперимент, когда более 15 сантиметров наледи специально намораживали, чтобы показать, что при перемещении сталь по стале действительно даже наледь не будет препятствовать комфортному, быстрому и безопасному перемещению. Но, к сожалению или к счастью, через неделю после Госсовета по инновациям транспорта, испытательный полигон в Озерах, именно вот тут название полигон полностью оправдало, потому что претерпел такие военные, считайте, действия. И неизвестные люди по неизвестным причинам, неустановленным, разрушили этот полигон и все части разрезали специальными приспособлениями, спецтехникой, газорезками и так далее, и увезли в неизвестном направлении. Те, кто проживает недалеко, могут посетить это место, и там останки былого полигона можно обнаружить. Но, дамы и господа, все, что нас не убивает, делает нас действительно сильнее. И по этому же принципу пошел Анатолий Эдуардович Юницкий. И в 2013 году Анатолий Эдуардович Юницкий предпринял огромный по значимости в развитии проекта шаг, очень рискованный шаг, от которого многие бы, я думаю, отговаривали, скорее всего отговаривали. Это начало развития народного финансирования. Этот шаг был предпринят осознанно, потому что еще несколько лет назад до этого были произведены крайние переговоры с крупными олигархами, с застройщиками. Это действительно российского масштаба очень серьезные бизнесмены, и все они желали, как, собственно, и иностранные представители одного, чтобы интеллектуальная собственность в большей части находилась в их руках, и, соответственно, чтобы гениальный действительно изобретатель, ныне генеральный директор и генеральный конструктор Анатолий Эдуардович Юницкий работал фактически на их бизнес. Естественно, Анатолий Эдуардович и вся команда, и Сергей Анатольевич Собиряков, который с Анатолием Эдуардовичем Юницким более 15 лет, не могли этого допустить. И уже в 2013 году началась новая эпоха развития сети Transnet, проекта Skyway, и, так скажем, поступила новая кровь в развитие бизнеса. И в начале несколько всего лишь участников было, это тульские парни, отчаянные ребята, которые начали развивать проект Skyway. Один из людей продал даже свое имущество, чтобы помочь развитию проекта Skyway на первых стадиях. И как раз таки вот с этих людей, с мало по велику, но сейчас, можно сказать, у нас уже 300 тысяч по всему миру. И это количество людей продолжает расти, это не может не радовать, потому что схема народного краудинвестинга действительно работает. И все мы с вами имеем великолепную возможность. Не мы, допустим, могли это рассказывать своим детям, допустим, так как они уже не смогут инвестировать в корневую компанию, так же, как и наши родители. Только мы здесь сейчас имеем эту возможность. Пожалуйста, цените этот шанс, который вам дается. Я лично использовал его, как только узнал, и, признаюсь честно, я не увидел сразу ценности проекта, так как я занимался различными сетевыми интернет-проектами, помимо своего традиционного бизнеса. Я подумал, что это, да, теоретически возможно, как инженер-механик, у меня вспыхнула мысль. Но я настолько много увидел, и мне настолько много информации сбрасывалось по поводу различных проектов легенд, где упаковка подобными проектами производилась настоящих высокорискованных инвестиций, не венчурных проектов, а настоящих хайпов. И я на тот момент не поверил, к сожалению, либо к счастью, но с новыми силами, с новым осознанием, когда один из моих хороших знакомых сказал мне однажды, Алексей, а я тут инвестировал в струнный транспорт Веницкого, более 3000 долларов, я подумал, ну, стоит хотя бы разобраться, если мой хороший знакомый инвестировал такую сумму. Я начал разбираться. И этот путь прошли в той или иной мере вот эти 300 тысяч человек. Кто-то просто зарегистрирован, кто-то уже инвестировал. Но одно я могу сказать, что проект с места сдвинулся, и сейчас мы уже создали техническую документацию городского пассажирского транспорта. Точнее, мы помогли создать, а создал научно-производственное конструкторское предприятие во главе с Анатолием Эдуардовичем Юницким. И чуть больше полугода назад всего лишь началось строительство, и чуть попозже я покажу вам визуализацию, картинки, на каком этапе мы находились еще в марте. И в апреле уже устанавливается интеллектуальное струнное ограждение, которое также будет продаваться по всему миру. Но вот грузовой транспорт и, как апогей, высокоскоростной транспорт, и, естественно, легкий прогулочно-спортивно-экскурсионный транспорт, мы с вами, дамы и господа, уже, можно сказать, вовсю развиваем. И представьте, огромное удовольствие перемещаться на фитнес, эко-транспорте, спортивно-экскурсионном направлении, вдвоем, либо одному. Можно подергать за рычаги, покрутить педали, запитать аккумулятор. И, собственно, дамы и господа, действительно, огромное удовольствие, чего не скажешь о перемещении, допустим, в железнодорожном составе, либо в перемещении в самолете, когда вы летите фактически на бочке с порохом. И это считается одним из самых безопасных средств перемещения. Но, дамы и господа, хотелось бы, чтобы безопасность вообще была максимальной. И если говорить про безопасность, я думаю, тут все очевидно и понятно. Но хотели бы вы перемещаться в 2-3 раза быстрее и в 2-3 раза дешевле на транспортном средстве? То есть, если, допустим, 15 рублей взять проезд в маршрутке, хотели бы вы перемещаться за 5 рублей, либо вообще за 2-3 рубля в транспортном средстве, либо вообще ближе к нулю, если, допустим, сейчас многие новички не поймут, но есть навесной, есть подвесной транспорт. И, к примеру, если один из видов на одной и той же путевой структуре является грузовым подвижным составом, транспортом второго уровня, и перевозят, к примеру, нефть, к примеру, газ, к примеру, какие-то полезные ископаемые, к примеру, пищевой лед с Байкала. И, кстати, это один из таких вот серьезнейших потенциальных бизнесов, считываемые достаточно серьезные суммы. Приведу простой пример, если в 2007 году литр 92-го бензина стоил 1000 долларов, то не литр, а тонна, извиняюсь, 92-го бензина стоила 1000 долларов, а тонна пищевого льда стоила 7000 долларов, то это о чем-то говорит. И, если взять минимальную часть, это меньше 1,5% от объема именно вод Байкала, это возобновляемый источник, и втекает сотни рек, вытекает только одна, и без урона экологии мы можем взять это количество воды, с замороженным в естественных условиях, соответственно, в лед, и перемещать этот лед уже на реализацию, на формирование бизнеса, достаточно серьезного бизнеса, высокоскоростного перемещения данного ресурса, к примеру, в Австралию, в Америку, в Индию, в Китай и в другие-другие страны, которые нуждаются в чистой питьевой воде. И многие эксперты прогнозируют, что именно чистая питьевая вода будет в ближайшие десятилетия наиболее ценным ресурсом, а не нефть и газ. И, естественно, дамы и господа, я не могу не отметить инновационность, это множество новых мухау, которые заключаются в технологии Skyway, это абсолютная экологичность, даже антитеррор, и я не буду восстанавливаться на этой теме, но вы все понимаете по событиям этого года, что это действительно злободневная тема сегодняшней нашей реалии. И если говорить про те направления, про те технические аспекты, дамы и господа, которые необходимо знать, в первую очередь это аэродинамика, то есть коэффициент аэродинамического сопротивления действительно лучше, чем у современного спортивного болида. Если о чем-то вам скажут цифра 0035, и вы понимаете физику, аэродинамику, то вы поймете, что это достаточно серьезнее, чем 035 Bugatti Veyron, и также более существенно и преимущественно, чем коэффициент аэродинамического сопротивления современного самолета, современного военного истребителя и так далее. И при перемещении сталь по сталье абсолютно очевидно, что площадь соприкосновения с поверхностью минимальная, то есть это фактически, чего не скажешь, кстати, о пневматической шине, и, соответственно, от этого складываются огромные потери топлива, энергии, и как раз-таки благодаря экономии топлива при эксплуатации и экономии материалов при строительстве мы получаем такую достаточно серьезную эффективность использования струнной технологии Анатолия Эдуардовича Ницкого, низкую стоимость строительства, то есть это от 500 тысяч долларов за инфраструктуру, допустим, это юнибайки, зависит, естественно, от региона, от рельефа, но что можно сказать, что даже геологоразведка фактически не понадобится для Skyway, потому что строить можно на любой территории, хоть болоте, хоть вечной мерзлоте, хоть пустыне, без разницы, можно строить везде. И путевая структура, струна, это предварительно напряженная, неразрезная, статически неопределимая конструкция, закрепленная и заанкеренная на концах, соответственно, анкерная опора, поэтому называется анкерная опора, она принимает на себя всю нагрузку, и, допустим, одна из опор, которую мы сперва увидим, это анкерная опора, совмещенная с транспортно-логистическим узлом, который может выдерживать объем пассажиропотока, по аналогии, может сравнить с дубайским аэропортом, и, соответственно, это колоссальный пассажиропоток, который многие транспортные, инфраструктурные сооружения, пассажирская направленность просто не выдержит. И, соответственно, так как данная конструкция абсолютно без сварных швов, стыков, соединений, то мы обеспечиваем абсолютно комфортное и без вибраций, без деформации перемещение по ровному гладкому рельсу, и, соответственно, это действительно безопасное, в первую очередь, перемещение. И все, что я говорил, дамы и господа, не имело бы никакого смысла абсолютно, если бы сейчас не шло строительство. И на каждом вебинаре мы показываем то, что проходит уже сейчас. То есть вот, пожалуйста, вы видите натянутые струнно-интеллектуальные ограждения, и многие процессы, дамы и господа, их невозможно было представить еще чуть больше полугода назад. На расширенном технико-экономическом вебинаре я дам четкое сравнение по темпам строительства, на дневном вебинаре уже дал, и по сравнению с транспортной инфраструктурой различных наших неконкурентов, но того транспорта, которым повсеместно люди на сегодняшний день пользуются. Дамы и господа, вот то, что вы видите на слайдах, на картинках, это действительно счастье осознавать, что ваши инвестиции, когда вы являетесь акционером, мне вот лично это действительно очень приятно, и я вижу, что мои инвестиции капитализируются уже здесь, сейчас, и практически каждый колышек, каждый гвоздик вбитый в строительство, при строительстве техно-экопарка, он капитализирует и увеличивает потенциал моих инвестиций, и, соответственно, возможный рост будущих дивидендов. И, дамы и господа, на самом деле, это революционный метод развития для современных корпораций, чего я не могу сказать о Йомобиле и других глобальных таких стартапах, которые начали реализовываться, но не реализовались. Почему? Потому что, наверное, не те были амбиции, не те были планы, и как раз-таки у Анатолия Эдуардовича Юницкого, в первую очередь, и у всех участников научно-производственного предприятия, планы как раз-таки реализовать данный проект и действительно выйти уже на широкомасштабные и повсеместные адресные проекты, что уже формируется здесь, сейчас, сегодня. Дамы и господа, это действительно реальность, реальность, которую стоит поверить, и 23-24 апреля многих мы ждем, те, кто уже присоединился, кто-то, может, еще прибудет. Это будет грандиозный фестиваль, эко-фестиваль на территории Мариной Горки, и как раз-таки я лично горю желанием и действительно сгораю от нетерпения увидеть это все воочию, потому что, когда я был в октябре, еще не были установлены 18 промежуточных опор и 18-е как раз-таки из другого материала, это больше стальная опора для демонстрации того, что в различных условиях и из различного материала могут быть опоры. Но, друзья, это действительно вот то, что можно увидеть здесь и сейчас уже на территории Мариной Горки. И если кто-то, допустим, высказывает какие-то пессимистичные настроения, что проект может не пойти, что инвестиции могут не капитализироваться, естественно, наверняка и точно, мы не будем говорить, и никто не возьмет на себя ответственности, что да, допустим, такую-то сумму вы будете получать в дивидендах. Никто не знает этой суммы точно, можно только лишь предполагать. Но я думаю, что буквально через 3-5 лет те люди, которые обладают пакетами акций, даже пакетами акций, в 1 миллион акций, к примеру, либо через 5-6 лет, которые обладают сотнями тысяч акций, уже будут получать достаточно интересные дивиденды, естественно, теоретически, возможно, потенциально в ближайшей перспективе. И даже вот у нас действует такой метод, что каждый человек, зарегистрирующийся, просто проявивший инициативу и интерес к проекту, может получить 100 долей в подарок, это минимальный пакет, и, соответственно, естественно, потом люди начинают разбираться, начинают смотреть, и даже этот пакет не взялся ни ниоткуда. Это четкое распределение из резервного фонда, который образовался вследствие того, что инвестиции идут, естественно, не по плану, естественно, инвестиции распределены меньшими суммами, соответственно, возникает прослойка и такой приятный жирок, действительно, в виде дополнительных акций, которые были сэкономлены. И Анатолий Эдуардович Ницкий действительно с открытым душой и открытым сердцем высказал намерение давать по 100 акций, будущих, естественно, акций, сейчас это просто обязательство международной корпорации Skyway, что также весьма неплохо, просто зарегистрируешься участнику. И, дамы и господа, цель вебинаров наших, Сергея Анатольевича, и других вебинаров, всех, которые касаются технологии Skyway, обеспечивать именно грамотное ориентирование в проекте и создавать для вас комфортное информационное пространство, в которое вы, надеюсь, искренне будете приглашать и новых участников, которые присоединятся к развитию проекта Skyway. Ну, а теперь я передаю слово человеку, который развивает проект Skyway более 15 лет, являющийся действующим государственным советником третьего уровня и много-много, на самом деле, регалий, всех их и не перечислишь, это Сергей Анатольевич Сибиряков. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. Всех ждем, кого заинтересовало действительно то, Добрый вечер, друзья. Как видно, как слышно. Дайте обратную связь. Отлично. Все, благодарю, Алексей. То есть мы сегодня с Алексеем уже проводим третий вебинар. Вот мы сделали определенное разделение, то есть раз сегодня среда, 19-20 часов, значит, соответственно, у нас технико-экономические вебинары, технико-экономические встречи именно на предмет развития Skyway. Мы уже обратили внимание, разделили водную часть для новичков, и она даже важна не столько, ну, как всегда, 10, 15, 20 человек приходят на наши встречи сейчас, именно каждый раз новых. Но мы еще и стараемся таким образом ставить нашу работу, чтобы она была понятна для тех, кто зашел первый раз, чтобы вы четко поняли, о чем идет речь, куда вы пришли, куда вас призывают, какие цели и задачи сегодня идут. И, соответственно, также эта работа очень важна для тех уже активных сегодня наших партнеров, активных наших людей, которые продвигают проект, чтобы при доведении информации, мы с Алексеем не попугаем для того, чтобы по слайдам говорить одно и то же, а я вообще не люблю по одним и тем же слайдам вести встречи. То есть мы несколько меняем каждый раз акценты, но мы сейчас выискиваем и, скажем так, наиболее акцентируемся на тех вещах, которые наиболее интересны и наиболее значимы для новичков, для тех, кто уже вникает в проект. И наша задача сейчас отработать такую форму, если не идеального, то очень значимого доведения информации, чтобы новичок первый раз услышал, сказал, да, мне это интересно. А тот человек, который доводит, у него было достаточно аргументов, что вот посмотри, послушай и, соответственно, делай для себя выводы сам. И вот такую форму мы отработаем. И думаю, что где-то у нас еще и май, июнь, наверное, часть июля уйдет на отработку этой формы. А дальше мы запишем уже в специальной студии, которая сегодня предоставляет условия, когда можно не просто так записать видеоролик или видео, а это уже будет смонтировано в виде специального такого курса, 40-минутного примерно, на котором будет информация, на заднем фоне будут определенные анимации, дальше будут демонстрации экранов, определенные возможности с вставками роликов, фотографий, чтобы максимальное доведение информации за 40-45 минут. И мы ее запишем, сделаем, переведем на языки наших партнеров сегодня. У нас постоянно увеличивается количество и стран, и языков, и партнеров, которые из 47 стран. В основном это, конечно, русскоговорящие, но тем не менее уже есть потребность переводить, Алексей потом подскажет где-то, уже за десяток реально языков, на которых сегодня разговаривают, вещают наши партнеры. И, соответственно, у нас вебинары и вчера, и позавчера, Алексей уже сказал, что уже подключаются. И китайские сейчас заинтересованные люди, партнеры и в Индии, и во всех остальных уже говорить об этом сейчас не будем. Поэтому, друзья, сегодня, сейчас, ну, обычно, вот этот вводный вебинар, после того, как Алексей довольно-таки уже четко, последовательно и аргументированно доводит информацию, показывает суть проекта, показывает основные вехи, показывает основные значимые этапы, которые пройдены, и те цели, которые в задачи ставятся. Моя цель сейчас и задача показать, и даже, ну, не то, чтобы показать, а дать обоснование того, что, друзья, проект, к которому вы сейчас подключились, он несколько отличается от того, что вы знали и делалось вообще в истории, во всей экономике, что мы сейчас стоим на острие того технологического прогресса, который сегодня запускает новый шестой технологический уклад, и ядром этого шестого технологического уклада является именно научная школа инженера Юницкого, которая сегодня разрабатывает целую серию технологий, локомотивом которой является Skyway, это небесная дорога, это именно транспортная коммуникационная система, которая объединяет себя сегодня и транспортные, соответственно, направления, то есть перевозка пассажиров и грузов, это транспортировка информации, то есть это следующая сеть идет, которая за интернетом, и энергетический коммуникатор, таким образом, это технология, которая в себе собирает все преимущества, все необходимые качества, которые нужны сегодняшней мировой экономике и цивилизации, и нашему с вами повседневной жизни, обобщает в себя все сегодня сильные стороны транспортных технологий, убирая недостатки, которые есть сегодня в тех традиционных транспортных технологиях, которые мы пользуемся, и соответственно, дает новый виток, новое развитие технологическому укладу, который выведет сегодня именно всю экономику, все наше сегодня существование, весь наш сегодняшний быт на новом уровне, и здесь, друзья, я всегда привожу пример, что интернет до неузнаваемости изменил нашу жизнь, если кто-то будет говорить, что интернет ничего не дал, и соответственно, он никак не повлиял на нашу жизнь, друзья, я поверить в это не смогу, потому что у меня в руках сегодня смартфон, я люблю пользоваться Самсунгом, Андроидом, и если взять те функции, которые он сегодня предоставляет, начиная от всяких календарей, приложений, которые есть, навигаторы, фотокамеры, видеокамеры, ну и дальше уже Вайбер, Ватсап, что у меня тут еще стоит, Твиттер, Перископ, Телеграм, Гугл, ну в общем, друзья, этих слов еще 20, какой 10 лет назад мы не могли представить, а чтобы это сведено было в одном устройстве, чтобы пользовались и интернетом, и мобильной связью, и GPS, и там хранились все видеофайлы, которые там есть, и фотографии там порядка, у меня 3,5 тысяч фотофото, это как раз всего мультимедийное устройство, которое сегодня определяет именно через приложение качество пользования интернетом, и сегодня, вот завтра мы все едем в Минск, собираемся, то есть бронирование гостиниц, покупка билетов, все необходимые покупки, которые надо делать в Минске, всем делаются через интернет, соответственно, это сегодня уже реалии нашей жизни, также через интернет я сегодня покупаю билеты в кинотеатр, когда идем с детьми, бронирую билеты в большой театр, когда, причем, места, которые есть, оплачиваю, все это через интернет, это все, друзья, сегодня реалии нашей жизни, я сегодня общаюсь по видео, соображению там со своими родителями, которые живут в Сибири, и это все в одном устройстве, и естественно, что такое устройство, смартфон, еще некоторое время назад было трудно предположить, с такими возможностями, с такими экранами, с такой качественной передачи информации, и вот этот гаджет, который определил как раз сегодня, Джобс, как ввел технологию смартфона, айфона, это было в 2000 году, начало первых продаж и запуска этой технологии, это качественно изменило вообще отношение к подходу к интернету, и мы не зря сегодня Джобса почитаем именно как человека, как именно гения маркетинга, который, естественно, ввел новое понятие, ввел новую технологию, когда интернет привел в один палец, и все стали пользоваться смартфонами, айфонами, и сегодня, естественно, что самая большая ему и благодарность, и результативность, и отчетность о том, что сделал, это капитализация компании Apple, которая сегодня вплотную приблизилась к 800 миллиардам долларов, и можно сказать, что никто никогда за всю историю экономики таких результатов не получал, хотя это конкретная технология, это конкретный прибор, это конкретные свойства, но Джобс нашел, и показал, и убедил весь мир, тут без преувеличения можно сказать о том, что это устройство сегодня крайне необходимо, и это стало действительно сегодня потребительским качеством нашим повседневным, и если кто-то говорит, а я пользуюсь кнопочным телефоном, типа мне эти смартфоны не нужны, это, друзья, до поры, до времени, пройдет еще год, два, три, и обычных телефонов можно просто будет увидеть настолько редко, а я бы сказал, практически невозможно, хотя и сейчас есть люди с определенным свойством характера, которые не пользуются мобильными телефонами, я не так много, но двоих из своего окружения, я знаю, я знаю двоих людей, которые принципиально не пользуются мобильными телефонами, ну, что я на это могу сказать, это уже не веление времени, это просто качество психологических особенностей человека, что он не хочет пользоваться компьютером, не хочет пользоваться мобильным телефоном, но при этом пытается жить в сегодняшнем современном мире, вот я, допустим, могу по себе сказать, я не представляю сегодня свою жизнь без мобильного интернета, без смартфона, без ноутбука, потому что основная моя работа сегодня, и вся коммуникация завязана уже на гаджеты, и когда неожиданно, вот у меня тут стал барахлить телефон, ну, батарейка садится за два часа, вот, соответственно, это сразу возникает такой дискомфорт, и сразу реальный темп жизни начинает нарушаться, вот, и я могу сказать, что эта зависимость именно от цивилизации, она будет все возрастать, все больше и больше, это, друзья, ничего страшного в этом нет, некоторые говорят, вот мы начали зависеть от таких технологических, цивилизационных вещей, друзья, мы как-то уже забыли совсем о том, насколько мы зависим от электричества, потому что если электричество сегодня отключить, то жизнь в таком городе, как Москва, прекратится в течение двух недель, потому что будет настолько экологическая катастрофа, связанная с нарушением водоснабжения, канализации, отопление городов, там кондиционер и так далее, и это реально жизнь будет под угрозой, потому что через две недели в любом мегаполисе при отсутствии электричества начнутся эпидемии, потому что будет заражение, и мы как-то не допускаем вопрос, а если отключить отопление зимой в наших условиях, при минус 10 на улице, то жизнь прекратится через три дня, и мы как-то об этом не допускаем, что мы все зависим сегодня от цивилизации на 100%, мы живем сегодня в этом мире, и сегодня такой еще одной очень серьезной зависимостью стал информационный обмен и включение именно в сеть потребительскую интернет, где идет сбор, обработка, передача, использование и хранение информации, и мы сегодня живем в этом цивилизации, ничего здесь страшного нет, и мы очень ласково называем интернет своим младшим братом, потому что это действительно первая сетевая структура, которая объединила миллиарды людей, миллиарды устройств, индустрии такие, как Apple по производству устройств, Microsoft, это соответственно интерфейсы, оболочки, появились такие феномены сегодняшнего дня, которые казались невозможны, это в Facebook, одноклассники, когда уже работа в социальных идет устройствах, когда сотни миллионов, миллиарды людей взаимодействуют между собой, дают новое качество жизни, и это, друзья, абсолютно нормально, это цивилизация, цивилизация, это развитие, и остановить этот прогресс невозможно, потому что мы стоим на этом развитии, мы стоим на этом пути, и сегодня та команда, которая собралась вокруг научной школы инженера Юницкого, который собрал вокруг своего научного видения мира, своего инженерного решения, которое он дает для цивилизации, определенную команду, и кто-то в эту команду входит 15 лет, так как я, кто-то 10, 5, 8, кто-то подсоединился там 2 года назад, кто-то сейчас из новичков входит, это, друзья, естественный процесс, и здесь я могу сказать, что это развитие идет, и с одной стороны мы конкурируем с другими школами, мы вам показывали, что есть много технологических решений, которые пытаются применяться для развития дальнейшей цивилизации, но тут можно четко сказать, что та мысль, та инженерное направление, которое сегодня разработано Юницким, оно единственно правильное, и это не какие-то пафосные слова, это так же, как вся индустрия интернета, все, что связано с пятым технологическим укладом, крутится вокруг свойства кремния, это пьезоэффект, то есть возможность модулировать уникальную электромагнитную волну при удаве электрическим током. Если бы этого не было, миллиарды устройств не могли связаться, и мы бы не могли обладать таким уникальным свойством передачи электромагнитной волны. Тем не менее, только свойства кремния позволило и получать интегрированные как мы называем сегодня интегральные микросхемы, что сдало основу микроэлектроники. Соответственно, пьезоэффект дал возможность передавать уникально, модулировать уникальную электромагнитную волну, и сегодня этим пользуются миллиарды людей. Это, друзья, как раз свойство физиологического материала. Точно так же, Юницкий, заложив физиологические свойства сопромата в предварительно напряженную стальную конструкцию, получил новые свойства, которые позволили соответственно, сегодня сначала изобрести, потом сконструировать, потом спроектировать, и сегодня уже активно идет изготовление опытных образцов для того, чтобы проказать, продемонстрировать, испытать, сертифицировать и вывести на рынок новое технологическое решение, которое будет являться основой, ядром шестого уклада и, соответственно, двигаться дальше, развиваться дальше, и это следующий цивилизационный путь, следующий цивилизационный шаг, который сегодня будет делать вся мировая экономика. И здесь очень необычно звучит, что это в России, что это российская компания, российский ученый, команда, костяк которой составляет тоже русскоговорящий, это действительно так, и это сегодня для нас может быть вызывает какой-то скептиз, потому что мы привыкли о том, что за последние 10-15 лет нас постоянно унижают и говорят, что не может что-то возникнуть в России, но я могу сказать, сейчас общаясь с большим количеством иностранцев, с большим количеством людей, которые подключают в проект, у них у всех одно понятие, что такого рода глобальный проект, масштабный проект, который может затронуть жизнь миллиардов и миллиардов людей, может быть придуман только в России, и реализовать его могут только русские. И здесь, друзья, я могу вам сказать без всякого пафоса, что это действительно только так, и то, что мы с вами делаем, и то, что мы с вами реализуем, это лишний раз тому подтверждение, и я могу сказать, что никакого другого места, никакого другого, скажем так, организационного решения быть не может. И еще очень важный момент, что мы пошли по пути именно развития краудинвестинга, где Юницкий, как инженер, спроектировав транспортную коммуникацию, задался вопросом, а почему нельзя спроектировать систему, которая ее зафинансирует и будет ее продвигать. Таким образом возник краудинвестинг, возникла краудинвестинговая инвестпроводящая система, которая была сконструирована и сделана также Юницким. И сегодня мы имеем те результаты, что мы подходим к демонстрациям, и 23-24 апреля у нас будет промежуточный этап, и соответственно экофестиваль на строительной именно площадке. Мы подходим уже к переговорам с крупнейшими фондами и инвесторами, которые сегодня, чтобы для новичков было понятно, что мы сейчас стоим на смене этапа в развитии проектов, когда большинство, кто говорит этого не может быть, сменяется на мысль, а что если это правда? И соответственно это сразу переключает мозги, это сразу начинает другая аргументация, потому что люди начинают понимать не то, как они могут оппонировать и доказывать, почему этого не может быть. Нам сегодня доказательства, почему это не может быть, даже неинтересны, потому что, друзья, для вас это не может быть, мы это строим. Какая разница, что британская Королевская Академия Наук в 1898 году сдала заключение, что в ближайшие 20-30 лет аппараты тяжелее воздуха подняться в небо не могут. И ровно через три года братья Райт подняли аппарат, они плевать хотели на то, что им доказывала Британская Академия Наук. Они просто сконструировали летательный аппарат, поставили на него двигатель Форда, который он стал ставить в то время на автомобиле, подняли самолет, и началась эра авиации. И то, что кто-то говорил, что этого не может быть, это братья Фрайт не остановило. Точно так же, кто говорил в начале 90-х, что интернета не будет, не будет миллиарды устройств, и я приводил сегодня уже такой пример, что один из соратников и друзей Джобса в начале 80-х продал свою долю за 800 долларов 10% Эйпола, а сегодня эта доля оценивается около 80 миллиардов долларов. То есть, вот, друзья, вопрос того, что аргументация была такая, что он не верил, что они за год произведут 200 компьютеров и их кто-то купит. Сегодня такие цифры даже смешно слышать или смешно произносить. Точно так же, друзья, сегодня аргумент, когда нам говорят, этого не может быть, он неинтересен, мы доказываем это строительство в Марьиной Горке. И, соответственно, сегодня начинается другой этап, когда люди начинают думать, а что, если это окажется правдой. Соответственно, исходя из этого, мы четко знаем, как будет строиться жизнь, мы четко будем знать, как будет строиться капитализация, и мы четко будем представлять и звать сегодня в тот проект, который по нашим сегодня и оценкам, и четким убеждениям является наиболее перспективным, наиболее с финансовым состоятельным, и те венчурные премии, которые закладываются сегодня в дискаунтах, они будут реализованы, и это будет финансовый успех той корпорации, которая сегодня создается, развивается, и президентом, и основателем которой является инженер Анатолий Эдуардович Юницкий. Ну вот, друзья, это вводной части, я считаю, достаточно. Основное, что для себя новички должны понять сегодня, что жизнь, которая изменилась за последние 20 лет радикально с ходом интернета, за ближайшие 15 лет изменится еще более радикально, и со временем, уходя на наши вебинары, понимая, вы поймете, как это будет происходить, то есть мы сегодня четко понимаем, как это будет развиваться, и так же, как в 90-м году, если бы мы с вами обсуждали, мы вам рассказывали, как будет развиваться интернет, как будут появляться новые гаджеты, какие у вас будут появляться новые возможности, соответственно, как вы можете, находясь за тысячи километров, как я, допустим, сегодня через интернет могу смотреть через камеру, которая сидит у меня дома, стоит у меня дома, камеры на кроватке моего сына, и я, соответственно, могу увидеть и разговаривать с ним. Если бы я вам начал это объяснять в 90-м году, вы бы не поняли, о чем идет речь, а сегодня это абсолютно повседневная наша жизнь, и интернет все дает новые и новые возможности. Вот точно так же, друзья, мы вам будем рассказывать, со временем показывать, что будет давать транснет, как изменится жизнь, почему это будет неизменным, соответственно, повседневным качеством жизни каждого человека, и почему компания, которую сегодня мы создаем и выпускаем по капитализации, имеет потенциал больше, чем Apple, Microsoft, Dell, соответственно, IBM, General Electric вместе взяты. И, соответственно, это тоже, под это есть определенный анализ, под это есть определенная аргументация. Поэтому, друзья, для кого эта информация интересная, мы вас ждем после буквально трех-пяти минутного перерыва на следующей части нашего технико-экономического вебинара. Если вы исчерпывающе для себя получили информацию и определились, что вам в проекте дальше двигаться неинтересно, значит, друзья, я с вами прощаюсь, но единственное, что могу сказать и могу даже поспорить, что пройдет какое-то время и вы все обязательно будете участниками Skyway, даже хотя бы за счет как потребители, потому что через 3-5 лет на этом будут ездить, перемещаться и пользоваться все. Вот, друзья, поэтому сейчас небольшой перерыв, как всегда, в конце следующего вебинара вас будет ожидать небольшой сюрприз, поэтому, когда закончится вебинар основной, прошу уделить еще 3-5 минут, мы вам покажем одну очень интересную, на наш взгляд, вещь, скажем, которая уже рождена нашим общим, скажем так, сообществом тех людей, которые сегодня в Skyway. Ну, вот, друзья, перерыв, поэтому не прощайтесь, и мы приятного Продолжение следует... Продолжение следует... На стадии, когда мы только вели еще переговоры с администрацией Когда проводились первые землеустроительные работы И ничего еще здесь не напоминало то великолепие, которое происходит сейчас И мы не зря собрались в тот день День рождения Анатолия Эдуардовича Юницкого Который приходит на 16 апреля И сегодня, в свой день рождения Анатолий Эдуардович согласился сказать нам пару слов Про то, что происходит сейчас на площадке в его день рождения Добрый день, дорогие друзья Да, мы на площадке, где проходит стройка Я сказал бы, великая стройка Потому что мы закладываем фактически здесь новую отрасль Транспортно-инфраструктурную Скайвей Можно посмотреть на ряд уходящих опор Это 18 опор с пролетами 15-50 метров Здесь около километра Здесь будет городская трасса Подвесная и навесная Под нами станция будет подвесного В городского скайвей Скайвей Мы стоим сейчас на покрытии Можно сказать, покрытия Потому что это уже верхний этаж Где будет станция высокоскоростного скайвей И вот эта трасса потом будет продлина на 15 километров И в середине этой трассы Высокоскоростной Юнигус может произвести скорость в 500-50 этаж Мы его продемонстрировали через где-то полтора года Анатолий Эдуардович, а Вы сказали, что вот эта крыша Ну, как бы последний этаж А вот эта арматура, это что такое? Кстати, благодаря вот этой арматуре И то, что будет за ней Мы удешевили анкерную опору И сэкономили порядка 300 тонн бетона Здесь будет насыпана почва Высотой почти 2 метра И здесь будет посажен полноценный сад Это самые зеленые крыши? Да, это есть те зеленые крыши Где не просто там маленький слой грунта почвы А 2 метра И поэтому здесь можно даже расти деревья высотой 20 метров И это плюс, потому что мы таким образом почву пригрузили опору Она испытывает очень большие усилия И бетон фактически заменили на почву Ну, это вот основной вопрос Почему Анатолий Юницкий делает сад на крыше Не потому что мы все, как бы такие озабоченные об экологии Это тоже есть Но мы на самом деле, это часть инженерной конструкции Удешевляющей все А вот под нами вот эти вот силуэты, напоминающие уже будущие рельсы Будущую структуру Что это такое? Это не так, это плита Вот верхняя плита перекрытия Куда придет нагрузка А температура, здесь же путевая структура не разрезная И там есть струн, которая тоже натягивается Эти усилия будут максимальны, когда будет самая низкая температура Мы здесь в порядке 40-40 лет рассчитываем, что самая низкая температура будет минус 40 градусов мороза При этой температуре усилие, приходящее в эту плиту, будет равно где-то около 900 тонн 800 с лишним тонн И на одну закладную деталь, вот она идет туда, длиной, длиной это 18 метров Придет нагрузка более 400 тонн Сколько 400 тонн Это вес 8 тяжелых танков Поэтому сюда придет серьезная нагрузка Но при этом, что конструкция не разрезная, мы удешевляем путевую структуру, эстакаду Посмотрите, какие легкие опоры Здесь две дороги, не одна Это эстакада Представьте, если бы здесь был автодорожный мост, вездорожный, какие опоры были Это позволило удешевить конструкцию путевой структуры и опор И если бы здесь была эстакада, допустим, высокоскоростной железной дороги, то вот этот километр стоил бы не меньше 100 миллионов долларов А мы за эти деньги построим еще 15 километров Это, в том числе, благодаря тому, что у нас вот не разорвана конструкция пути Возникает вот напряжение, то есть конструкция преднапряженной И мы нагружаем антонопоры Но они будут редко стоять, через 3-5 километров И поэтому стоимость антонопор, она на один километр будет небольшой А скажите, вот все эти люди, это вообще кто? Что они здесь делают в таком большом количестве? Это субботник, мы сейчас обораживаем площадку, потому что через неделю приедет к нам почти тысяча человек из десятков стран 23 апреля, эко-фестиваль SkyWay Приезжайте, будем рады видеть Потом мы вышли на субботник Понятно, ну, Анатолий Дуарович, передаю от всех наших инвесторов большие вам поздравления с вашим днем рождения Главное здоровье, главное не шагу назад, только вперед Отступать некуда за нами весь мир Строй SkyWay! Спасай планету! 16 апреля весь коллектив закрытого акционерного общества струнные технологии Выехал в город Мариногорка, возле которой развернуто строительство эко-технопарка SkyWay на субботник В этот день была проведена уборка строительной площадки после зимы Благоустройство территории, покраска промежуточных опор городской и высокоскоростной трасс Помимо этого, был благоустроен и сад, основанный в октябре 2015 года участниками акции «Посади дерево» Произведена побелка саженцев плодовых деревьев Осуществлено разравнивание грунта в междурядье Были собраны все камни, буквально выросшие из земли во время зимы Также были выполнены многие другие работы в рамках подготовки к акафесту Можно смело сказать, что все вышеописанное было действительно сделано в едином порыве И доказательством тому служило то, что многие сотрудники нашей компании приехали целыми семьями Порой вместе с детьми Причин для энтузиазма сразу несколько Во-первых, инновационная струнная технология создается коллективом единомышленников И всем хотелось внести максимальный вклад в подготовку к акафесту Где 23 апреля сего года произойдет интерактивное шоу-презентация Одного из самых масштабных экобизнес-проектов 21 века Так, друзья, приветствую вас, кто только зашел на вашем вечернем вебинаре Которые мы в основном ориентируем для Сибири и Дальнего Востока Ой, извините, извините, наоборот У нас 13 и 20 часов это Сибирь и Дальний Восток А в 19 и 20 часов это для европейства, центральной части Ну, тем не менее, я знаю, что вижу у многих людей, которые из Сибири Все-таки ходят на наши вебинары с Урала Подытожим репортаж следующего репортажа Это, друзья, очень отравно Отчасти, конечно, мы с Алексеем месяц уже введем на площадке И с главной компанией РСВ и СКВ-Капитал Мы несколько увеличиваем количество людей, новых людей, которые приводим Но, тем не менее, все равно, друзья, я могу сказать Это примерно, как минимум, в 2-3 раза меньше Чем было количество людей, которые были именно в работе Когда мы сотрудничали и ввели вебинары от компании СВИК Отчасти это связано с оповещением системы рассылки А, к счастью, все-таки, друзья, это с активностью работы по построению партнерских сетей Потому что мы понимаем, что большинство людей, которые сегодня, скажем так, являются активистами И те, кто работают активно в продвижении проекта Они именно те, кто являются участниками и акционерами проекта А не те, кто строят партнерские сети и привлекают людей Поэтому это тоже все понятно Это абсолютно закономерно Но здесь, друзья, мы сегодня все-таки будем настаивать на том Что основная сегодня наша работа И работа краудинвестинговой инвестпроводящей системы Заключается в том, что необходимо привлекать И... И... Субтитры создавал DimaTorzok